Мелитополь освободили от бойцов ВСУ и неонацистов практически в самом начале специальной операции. И порядок здесь сейчас обеспечивает российская армия. Рядом можно видеть частный сектор, жилые дома. Все они целые, без разрушений, как и во всем городе. Множество домов осталось с поврежденной кровлей. Сейчас едем дальше. Ребята, видать, тоже что-то восстанавливают, подваривают. А вот воронка. А вот воронка. Вот туда мы выйдем, посмотрим, что тут. Наверное, да, вот у нас осталось, бля, там попало. Сделаем воронку, бля. Сейчас зададим пару вопросов, ребята. А когда произошло? На следующий. Это у нас на 25-го числа, да? А куда, по вашему мнению, прилетел снаряд? А вот это двери у вас вынесло, это взрывная волна, все? Я смотрю, еще обратил внимание, посеченные ветки, да, это все осколки летели. А вы на момент взрыва где находились? Я не знаю, что вы видели. Семья, все живые, все целые, здоровые. Это воронка, да, как раз-таки? Весь участок побитый в ветки на деревьях, посеченное все. Столбики, кровли рядом. Последствия невероятные. У людей разрушенные жилища. То есть холодное время года. Это достаточно сложно. Ребята своими силами пытаются восстановить все это дело. Сейчас узнаем, что, чем можем быть полезными. Вот вы видите, да. Ну, слава богу, хозяева дома живые, целые, невредимые. Хозяин говорит, что успели спуститься в подвал. В соседнем доме видно, да, тоже нету остекления на верхних этажах. Да, вот тоже мне подсказывают, вот это уже часть дома, это перекрытый свежий шифер. Тоже его не было. Хотел обратить внимание на столб. Посмотрите, как он посечен. Это все летело в разный столб. Такое ощущение, как покусаны. Все деревья подрезаны, посеченные. Здесь одна воронка, вот там чуть дальше вторая. Ребята, ну вот поговорили с хозяевом города, они нуждаются в стройматериалах. Может быть у кого-то есть шифер, уже не нужный. Есть доска, ну все, что нужно для кровли, там, гидро, парабронер, какая-то пленка. Сами понимаете, впереди нас ждут времена с осадками. То есть надо как-то это в оперативные сроки закрывать. Если есть у кого-то желание поучаствовать физически, либо каким-то материалом помочь, то было бы все признательны. У нас много, а пострадавших людей по факту не так уж много. И если каждый хоть немного что-то, какое-то усилие приложит, мы можем быть очень полезными. Сейчас взял у хозяина номер телефона Александра. Постараемся с ним как-то скоординироваться. Кое-что мы можем дать. Ну а все желающие оставим там ссылку или в описании номер телефона. И как-то уже будете контактировать. И чем кто может, помогайте друг другу. И вот следующая улица. Или через улицу я пропустил. Вот так вот побитая крыша. Также в доме нету стекол. В соседних вроде бы есть, да. Здесь все лежит. Попало, по всей видимости, в огород. Сейчас выйдем посмотрим. Или в сарай выехнем. Попало, по всей видимости, в огород. Здесь, наверное, в огород. нету кровли люди затянули ядро барьером вот идет хозяйка сейчас зададим пару вопросов люди но это улица южная такой частный дом достаточно серьезные повреждения снаряд прилетел непосредственно в близость от дома в сарай и вот наверно воронка на куда она летела это яма от дерева не могу сказать вот такие повреждения и соседи нам сообщили что парень погиб парень погиб 25 числа это было в первой половине дня возможно первые жертвы в городе мелитополе были здесь может быть но среди мирного населения вот вы видите в каком это все состояние соседские дома которые находятся в ближайшем до в округе пострадали тоже от осколков видим на окна заколоченные деревья посеченные от осколков перебита вот эти соседи посмотрите в них нету крыши они уже просто заделали гидробарьером который тоже небезразличные люди помогли достать в это сложное время побито все утепление остекления перебиты рамы вы все видите сами он размолочены кондиционеры то есть мы также сейчас возьмем контакты этих людей кто чем может у кого есть строительные материалы профнастил шифер все что угодно есть какие-то материалы стекла рамы звоните не оставайтесь стороне нужно людям помогать как-то что-то если мы будем вместе мы что-то сможем сделать здесь вы видите да под завалами остался автомобиль стоять и люди местные очень напуганы представьте что у них тут было на момент происходящего вроде бы парень смотрел телевизор это все произошло и поевший человек был вот под этими завалами как утверждают очевидцы а непосредственно место удара не знаете куда прилетела воронка вот это это воронка или а вот эта воронка все таки да вот сюда удар был многие уже дома видно что со свежим шифером уже за это время люди как-то подлатали свои жилища а те кто пострадал сильнее конечно еще не успевают все на в общем картина печально удар был очень серьезный вот люди из этого дома говорят что они находились что делать или можно вообще уезжать понимаете вот такая же история тоже обратите внимание на толщину швеллера она просто прожжена потому что потому что вот вот еще интересный момент обнаружился газопровод перебиты слава богу люди на момент всего этого происходящего если видно на отверстие газопроводе люди находились в подвале все целы у них также дети все целые и невредимые жилище очень сильно пострадало поэтому еще раз призываю всех кто может кто может быть финансово кто может каким-то стройматериалом давайте помогать набирайте хозяйки елена зовут кто чем может давайте поможем адрес южная 55 вот последствия что а и Субтитры сделал DimaTorzok